Окей, где мы сейчас находимся? Мы сейчас находимся в книге преподобной Утпалы, это «Медитации о пустоте», и сейчас мы разбираем неправильные идеи о пустоте. И мы начали с 10-й сессии SCM колледжа международного менеджмента в Сидоне, с дня 10, потому что там начинаются эти неправильные идеи. На самом деле это конец книги, как бы такое summary, и Гешмайкл говорит на этом занятии, что вы счастливчики, те, кто пришли сюда на занятия, потому что вы пропустили все страдания, и вам достались самые сливки. Какие же это неправильные идеи о пустоте? Галя, тебе будет интересно, потому что ты их не застала, это как раз перед. Да, я как раз вспомню, потому что я ничего уже не помню. Это конец первой книги, да? Да, это конец первой книги, и у тебя там, по-моему, типа 12-е, 13-е, 14-е что-то такое начинается, ну, в общем, с конца. Да, мы разобрали три неправильные идеи, и каждое занятие там в конце кто-то берет себе одну из этих идей для того, чтобы из нее продумать, можно ли из этого сделать лайф-тул. Ну, вы видите те, кто там, может, много из вас в DCI сейчас участвует? Есть кто-то? Катя кивает, Вика, Наталья, Ирина, да, окей. Ну, в общем, сейчас проходит DCI, и вот это фишка DCI, да? ACI — это первоисточник, а DCI — это как бы… Гешмайкл один раз сказал, что кто-то его спросил, вот почему вы собственные комментарии не напишите на учение? Он сказал, а я, говорит, написал уже, это DCI. Вот, поэтому это как бы практическое применение этих знаний, и у меня, на самом деле, почти каждый день дебаты идут по поводу DCI, потому что Билл, мой муж, он предыдущее поколение учеников Геша Майкла, которые ушли в ретрит до того, как начался DCI. Представляете себе, то есть в 2010 год он ушел в ретрит, в 2010 год родился DCI. Вот, поэтому это произошло в их отсутствии, как бы, ну, старой гвардии такой, самых продвинутых учеников там, которые пошли в ретрит. Они такие выходят из ретрита, тут непонятно, что происходит. Ну, то есть, если раньше там только там просветление, там, ватхичита, никаких там, ну, это странно вообще хотеть материальные вещи, тут страх, бах, в общем, все наоборот, все с ног на голову, четыре шага, получите все, что вы хотите. Вот, и, ну, представляете, челлендж какой там, ну, когда ты, все, что ты изучал, в общем, все наоборот стало. Вот, и, короче, у нас до сих пор с ним ведутся дебаты, там, почти каждый день мы дебутируем. Особенно сейчас, когда выглядит так, что, может быть, я буду возвращаться в DCI. В общем, первый раз я ему сказала, он сказал, нет, ты не пойдешь ни в какой DCI, нельзя идти в DCI, это там анафема. Вот, короче, и, ну, я не знаю, короче, в общем, он самое большое доказательство того, что четыре шага реально работают, потому что я его сажала с помощью четырех шагов и ходила в дом престарелых, поэтому ты мне можешь, конечно, уговаривать, что они не работают, но ты самое лучшее их доказательство. И я самое лучшее доказательство, что ты не делал четыре шага, потому что ты меня создавал 14 или сколько там лет, да, а я тебя всего лишь кот. Так что здесь разница. Короче, в общем, DCI – это крутая штука. ACI – это глубоко, а если вы практикуете DCI, вы не сможете избежать ежедневного практического применения этих учений. Вот прямо даже если вы хотите что-то лично для себя, даже если вы хотите лично для себя отношения, лично для себя деньги, это не важно, потому что вы используете такой высокий объект, как пустоту, вы все время применяете ее, ну, потому что нельзя без этого сделать четыре шага, нужно понимать, что ваши действия имеют последствия, да, и только из-за того, что вы только хотя бы это практикуете, здесь сажаются семена для более глубоких учений. Поэтому не бойтесь, если кто-то там… Невозможно навредить никому четырьмя шагами, вообще нереально. Какие бы ни были там пожелания, но то, что… Вот, короче. Короче, возвращаясь к тому, что мы здесь делаем, как вот в DCI есть лайфтул, там ручка, четыре шага, четыре силы, там, и всякое такое. Вот эти все инструменты, они берутся из этих древних учебников. И Геши Майкл, он нас обучает, каким образом читать эти древние книги, чтобы создавать самому эти инструменты. И мы их вот сейчас просто тупо берем там… Окей, не тупо, умно. Берем, слушаем и думаем, может ли из этого быть инструмент? Или может быть, окей, может быть… Конечно, мы начали там, я не знаю, с самого топ-топ-топ, да, там, хай-хай-хай, взяли неправильные идеи о пустоте. Это мы решили такой на минуточку для инструментов предмет взять, да. Может быть, из этого не получится, каких-то суперкрутых лайфтулов, но это может быть очень крутая презентация для студентов ACI, которая тоже, ну, будет очень ценная для многих людей. А следующий, как бы, этап развития этого проекта, то есть у нас здесь есть уже люди, которые тибетский учат, ну, вы знаете. Вот, и, кстати говоря, у меня есть хорошие новости, ну, может быть, и не для меня хорошие, но для вас тоже они когда-то будут хорошими, потому что со вторника начинается углубленный курс тибетского, Word с двумя учителями, которые тибетцы сами по себе, я их сказал, что будет проводить, не знаю, как там, что будет, но вот во вторник начинается, я иду, и Айжан идет, так что, ну, мы учимся ради вас, для того, чтобы потом все это передавать дальше. Вот, так что это будет полгода, четыре дня в неделю по два часа. Так что я думаю, что что-то мы точно выучим. Невозможно, чтобы столько времени провести, ничего не понять. Вот, короче, в общем, что такое лайфтул? Это должна быть идея, которая... Четыре признака, да, вот, если можете записать, потому что вы будете потом создавать эти лайфтулы, и я тоже себе запишу, потому что я постоянно забываю, какие же эти четыре признака. Короче, должна быть идея из оригинального источника. Аутентичная, Гешмайкл говорит. Она должна быть применима. То есть каким-то образом ее можно применить в реальной жизни. Гешмайкл говорит, что если любую из этих идей нельзя применить на кухне, ну, там, как два мужа в кухне, да, то это вообще не та философия, которую стоит изучать. Незачем тратить время на бестолковую философию, которая неприменима. Вот. Третье. У нее должно быть секси-нейм. Привлекательное имя. Мы, кстати, секси... У нас, наверное, в июле будет курс по устным переводам, потому что нам нужны... Нам с Машей нужны устные переводчики. Вот. И мы будем тренировать устных переводчиков. Так вот, у нас есть определенный словарь, как мы всегда переводим. Вот Гешмайкла, когда он говорит, у него есть там словечки такие. Секси мы никогда не переводим сексуальный. Мы переводим привлекательный, потому что на английском оно как бы... Секси, ну, утрачивает вот этот... Прямо смысл сексуальности. Оно такое, типа, как привлекательный больше. Вот. Привлекательное название. И крутая картинка. Все. Вот. Короче, если у нас есть эти четыре, то мы можем назвать, что это называется инструмент. Это вот мы добыли. Алмаза добычу произвели. Кто вчера слушал Джона Брэдди? Это легендарный... 10-12, он искусство благодарности. Очень крутой уровень. Прям крутейший, крутейший. Я его слушаю, точнее перевожу второй раз. Первый раз он был вообще первый раз в мире в ноябре. И вот это сейчас второй раз. Мы его с Машей переводим. И Айжан сегодня тоже переводила. И когда-то Питер говорил, что ваш духовный путь начинается, когда вы испытаете превселюдный позор. Вот. И я все время думала, почему-то нет у меня никаких позоров превселюдных. Все так хорошо. Вот. И потом приходит вот это видео с Джоном Брэдди, к которому я не готова была в ноябре. И то, что случилось в ноябре, просто это такой превселюдный позор. Это очень сложно переводить. Было как раз про алмаза добычу. Потому что там про археологические слои, там все такое. Четырех с половиной школ буддизма, но названные другими словами для DCI. Например, там первый слой — это основной — это Будда Шаке Муни. Потом это деталисты. Помните, как называются? Как Гишмайкл их обозвал? Бухгалтера. 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 Третий слой. И представляете себе, вы переводите, и тут вдруг бухгалтера. Какие бухгалтера? Не понятно ничего. Питер еще, Питер Мёртл тоже самое пережил. Я, Питер Мёртл, и Кэтрин Янг на китайский. Это ужас был просто. Это эпик фейл просто был. И бухгалтера. Потом картографы. Это школа логики. Потом, помните, Майн Донли, как он назвал? Хиппи. Хиппи, да, или, как оно называется? Господи, как это? Состояние сознания. Вылетело у меня. Короче, хиппи. Состояние сознания под воздействием наркотиков. Забыла, как называется слово. Психоделики, точно. Спасибо, Вика. Психоделики, да. Да. И четвертый уровень – это пловцы в бассейне. Мелководные и глубоководные. Вот представьте себе, вам в переводе такая гадость попадается. Shallow swimmers and deep-end swimmers. Что? Какие swimmers? Какие? На мелководье и на глубоком конце бассейна. И потом еще есть волшебники. И волшебники – это те, кто воспринимают мир волшебным способом, которых тяжело найти. Они вам не признаются. Нельзя по своей собственной воле. Угадайте, кто это. Это секретные учения, да. Вот. Короче говоря, и вот он тоже вчера говорил про алмазодобычу. Вот это вот как раз то, что мы делаем. Diamond mining. У кого была первая идея? У меня была первая идея. Я сейчас вышлю, но я еще пока не нашла картинку. Но вот примерно пока так оформила. Но я, наверное, ее буду дорабатывать. Завтра я буду доработать. Окей. Тогда я сейчас прочитаю. Мыслители прошлого утверждают. Первая неправильная идея, да, что пустое пространство не имеет середины и краев. Вы не можете определить центр или край пространства. Ваш ум не может вам помочь даже думать о медитации на истинную природу реальности. Это неправильная идея. Это принимать пространство в медитации, где вы ничего не можете удержать в уме. Как мы это можем применить, эту идею? Ну, это, скорее всего, в медитации. И Гешла говорит о том, что мы отвергаем это. Мы считаем, что... То есть мы говорим о том, что... Что это... Эту идею, что вот эту вот идею, они... Она, вот эта вот неправильная идея, очень распространена в йога-студии. И важно понимать, что ум может удерживать в пустоте ту или иную, ну, как бы вот это вот... Да, получается, что здесь что, по сути, говорят? Медитация «Танец льва» — седьмой уровень. Седьмой уровень — это пустота. То есть когда ты в пространстве находишься, не можешь определить ни край, ни центр, там ничего нет, ничего не существует, ни за что ухватиться, это пустота. Короче, практическое применение, ну, прямо в реальной жизни, наверное, мы не найдем этой идеи, да? Ну и окей, хорошо, значит, это будут, как это сказать, инструменты для тех, кто медитирует. Что для... Скорее всего, это весь инструмент такой будет. Но будут у нас инструменты, которые реально будут применимы прямо для ежедневной жизни. Я не знаю, будут ли такие у преподобной, утполы в книге, но в других книгах точно их очень даже много, очень полно. И даже причем в очень глубоких книгах. Может быть, в каком-то другом месте этой книги. Вот, например, в книге «Ника» вот эта вот идея была от того, что растения не растут из семян, ну, самосуществующим способом, да? Вот, и я помню обсуждение, как раз так повезло, что я вычитывала эти... Эту стенограмму. И настолько это тонко было, что даже переводчики запутались в переводе. Но на самом деле, как это применимо? Мы обычно... А, и там, значит, как было, что Нагарджуна разговаривает с Бхава Вивекой. И Бхава Вивека говорит, Нагарджуна, ты всех запутаешь. Просто добавь. Самосуществующие все поймут. То есть не говори, что деревья не растут из семян, а деревья не растут самосуществующим образом из семян. Они из других семян растут. И он говорит, зачем всех путать? Ты добавь. А Нагарджуна говорит, нет, это ты не понял. Если у людей нет семян, тогда хоть какие хочешь слова им добавляй, они все равно не поймут. Вот. И тоже было интересное обсуждение. И я помню, что Элисон сказала, что мы управляем большой компанией, у них там DCI, ну, как бы не DCI, называется у них Gold, не помню. В общем, короче, группа переводчиков очень большая. И China Soft Power, у них организация, которая организовывает тренинги по всему Китаю, очень успешная. И они говорят, у нас много сотрудников в компаниях. И у нас есть такое впечатление, что когда ты что-то говоришь человеку, если ты это ясно выразишь, значит, другой человек это должен понять. Но это же совершенно не так, да? То есть, если ты старался ясным быть для других людей, скорее всего, там тебе все будет ясно, да? И ты сможешь ясно выражаться. Но в данной конкретной ситуации, ну, это может понять, может не понять, это ведь не от того, как ты выразился, зависит. А некоторые люди могут ловить просто, сказать, на лету, да? Ну, как телепатически почти. Я помню, с одним человеком работала пять лет, с моим сотрудником в Эбботе, в Киеве, в одной компании. И его жена говорила, вы больше времени проводите с Денисом, чем я с ним вечером. Ну, это правда, здесь восемь часов, и там еще пару часов только они вместе проводят. И мы общались обрывками какими-то. То есть, я начинаю фразу, он, да, хорошо, я понял. И мы не знали об этом, пока не наняли третьего сотрудника. Он говорит, у вас что тут? Телепатия? Вообще непонятно, что вы говорите. Вот, поэтому тоже, то есть, совершенно неясно сказано, но все понял. Несвязанные то есть вещи. В общем, вот это может быть такой конкретный лайфтул, да? Хотя это из очень глубокой книги, из там Нагарджуны. Но это как пример такой. Окей. Следующая, кто брал следующую идею? У меня третья была. У меня была, да, у меня с Дашей брали, что ничего не есть, ничего не может быть идентифицировано. Если честно, мы как-то голову поломали, как это применить, о чем это как-то. Что? Идея была, а записали ее как-то? Нет, как Эльмира, мы так не записывали, я даже не знала, что прям надо. Я немного записала, это Ничего не есть, ничего нет. На самом деле, если вы возьмете эти идеи для личной медитации, вы поймете, как легко вообще в них запутаться. То есть, я не сильно много изучала медитацию в йога-студиях, но еще там много лет назад все-таки чуть-чуть попала с ней, я помню вот это ощущение полной потерянности, когда ты не понимаешь вообще, что тебе представлять. Какое-то пространство, останови все свои мысли, как их остановишь, какой конкретно рычаг, чтобы их остановить, или не знаю, что конкретно делать, непонятно. вот. И, в общем, вот такие. О чем это было? Это, что вы не можете ничего идентифицировать. Вы не можете сказать да, вы не можете сказать нет, не можете сказать, что чего-то, что-то существует, что чего-то не существует. И вот это и есть настоящая природа реальности. Невозможно сказать, существует это или нет. Да, вы не можете сказать, что это человек Будды, или он страдает. Да. И Джетсон Капа говорит, ну тогда неважно, Будда вы или страдающее существо, зачем вообще стараться, оставайтесь как есть, если нет никакой разницы. И на самом деле я слышала такие идеи, то есть мы сейчас, наверное, это больше применимо к псевдодуховным идеям каким-то, да, может быть, там нью-эдж такие идеи есть. Это о том, что люди говорят, ну все относительно, там нельзя сказать это это хорошее или это плохое, но можно сказать, потому что вам это либо нравится, либо не нравится, да. И точно мы ощущаем, что что-то не так, ощущаем страдания. в общем, вот это был второй, третий вообще был интересный. Я могу показать экран, я там выписала. Я посмотрю, я разрешила этот самый. у меня есть. Я просто на английском выписала, но там получается у них две идеи, то есть не иметь никакой позиции, вот, то есть не иметь позиции, это значит видеть пустоту, не очень понятно. А вторая о том, что невозможно найти я, само существующее я, видимо. Да, нет позиции, это в смысле это как будто ты удерживаешься от каких-то как сказать определений, суждений, да, да, типа вот если я удерживаюсь от суждений, тебя спрашивают это холодное или горячее, у меня нет мнения по этому поводу, у меня как продвинутая версия предыдущего получается, да, там как бы типа не существует, не существует ни такого ни противоположного, а здесь у меня нет мнения по этому поводу, у меня нет позиции. Вот если там у меня нет позиции там типа коронавирус там убил там столько-то миллионов на планете, это хорошо или плохо, у меня нет позиции, нельзя сказать это хорошо или плохо, это вот я воздерживаюсь от какой-то позиции. И вот это состояние — это пустота. Второе — смотришь на тело, не находишь... Если ты медитируешь, смотришь на тело и не находишь никаких частей тела, то это... Там имеется в виду и я, они не части тела искали, а я. Да, у меня записано. Смотришь на тело, не находишь рук, туловище, головы. И если достигаешь этого медитации, это пустота. Получается, что тут я не существует вообще, да, они говорят? Да, они говорят, что я вообще не существует. Его найти невозможно. И это и есть. Если до этого вы дойдёте в медитации, то это и есть как бы медитация на абсолютную реальность. То есть на абсолютную природу. То есть ошибка здесь какая, что я не существует вообще? Да, это одна из крайностей. Это крайность, как мы называем её? Иллюзии, да? Как-то у нас по-другому было. Крайность несуществования. То ли отрицания. Курн-дэп, как мы переводили? Отрицание. Недооценивание или отрицание? Отвергание. Отвергание, да. Ну, в общем, одна крайность – это когда все вещи самосуществующие, а другая крайность – это всё иллюзия и ничего не важно. Может быть, это даже не отвергание, а типа там два, есть две коннотации курн-дэп. Одно – это отвергать, а другое – это типа принижать, недооценивать. Может быть, это вот это как раз здесь, типа, что ничего не важно. Существует, когда что-то существует. Да. Окей. Ну что, давайте посмотрим, что дальше. Как мы будем это оформлять? Что вы думаете по этому поводу? Может быть, нам стоит Google документ какой-то завести и туда вносить по вот этим пунктам. Какая идея, как её применить, название, картинка, какая идея и как она применяется. Да, можно так сделать. По четырём принципам Life Tools сделать такую табличку. Тогда всем будет доступно, можно всем редактировать. Окей. Ладно, тогда включаю нашего метра. Это конец третьего. Да. 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 Ты продолжаешь смотреть, и ты не увидишь ничего, ничего, ничего. И когда ты достигаешь этого в своей медитации, что ты думаешь так, ну, это медитация на то, как это было. Гомбаба, серва. Алилия митей. Это тоже, что-то-то-то-то-то-то. Потому что это КУН ДАП. Это как сказать, что ничего нет, когда что-то есть. Янг ВИТЕ ДЕЙ КУРН ДАП КИТА ВАЙИН ПЕЙ ЭКЦЕ. Да, это КУН ДАП, где вы говорите, что ничего нет, когда что-то есть. Что-то бы наоборот? Фин ТХОН ДОП ¡Симeng esist completely because it's there, is there. This is to say something isn't there when it is there, and the other one is to say nothing is there when ... sorry, something is there when it is not there. OK, ДЕ ТОР СИЛЫ ЗЕН ЛАГ МИН Е ГЁНГ ЛАГ НЮ ПЕЙ ЧИО What does it mean? Это очень разнообразная. Это так затягивание. Да, когда вы, когда вы смотрите для меня, яuseumся, как вот, в живем, то есть что вы не находите этот его, но это не значит, что там немца. Но тем же, там есть этот его. В этом есть один его, который существует, а не тот, который ты ищешь. И тот, который не из ваших растений, не существует. Но это не означает, что не существует меня, кто действительно приходит из моих сетей. Кстати, у меня еще есть серва ми те, вы должны быть, наверное, номер их. У меня есть янг ми те, у меня есть янг ми те, чунг ми те. Это интересно. Потом вы увидите, что он говорит, что это немного off, где он любит часть, он любит некоторое. Но давайте возвращаемся к этому абсолютно ступиду. Ту шук лиди — это не кашу вальси. Чи га те. Га че. Пауз. Га че. Га че. Га че. Это был тяжелый, вы должны платить мне за это. 100 долларов? Да. Нет, нет, все в порядке, я просто дам. Га че. Га че. Га дог танг ньип ганг. Га джues ночами. Га че. Ге джу ганг пао жерва. Га джу ганг пао сего. Га джу ганг пао сего. Гов па джу ганг пао сего. Ганг пао сего не лу ганг пао сего. Да. Это был тяжелый, я продолжу пр obsessed with me. Okay, the me cannot be grasped either as color or shape, okay, in either one, neither one, because it doesn't exist, therefore you can't say, he's got red hair, he's got black hair, you can't say he's fat, he's skinny, because he don't exist in truth, and when you can think of Это медитация о том, что это. Вы больше не делаете distinctions. Яг ми те... Яг ми те... нга ка ток танг ньи ньи пе ми рик ла, нга ка ток танг ньи су ман трук пар ток па ньи ки, нга ранг шин ме пар ток ми ньи пе чё. Да, это интересно, эта позиция тоже нескорректа, потому что, первое, эта позиция нескорректа, потому что нга имеет ка ток танг ньи пе. И, как, Микел имеет некоторую волю, который имеет цвета, или used to have цвета, как Станли, и он имеет форму, и он имеет форму, и он имеет форму. Но... нга ка ток танг ньи су ман трук пар ток пе ньи ки И, даже если вы были правы, и это возможности понимать, что Микел не является цвета или форма, это не так же, как понимать Микел не имеет никакого природы, он не имеет никакого природы, и он не имеет никакого природы. Вы можете обещать об этом, если Михаил имеет цвет или форму, или он будет красный, или... Вы можете идти к тому подобному, но в конце концов, «емтинес» является кем-то, который не могло быть в этом. И он может быть цвет, он может быть форму. Поэтому понимание, что Михаил не имеет цвет или форму, это не может быть «емтинес», потому что все вещи вы cancelаете, могут быть, и все вещи вы cancelаете с «емтинес» которые не могут существовать, никогда. Так что форму и цвет могут существовать. Так что это не может быть «емтинес». Понимаете? Гакша не может быть что-то, что обычно существует. ЧИ МА ДЕР ТАО ЧИ МА ДЕР ТАО НГА СУК МИЛ ПАР ТОК ПАР ЦАНГ НГА РАНГ ШИН МЕГ ПАР ТОК МИЛ МИЛ ПЕР Да, просто потому что вы могли понимать что я, МИЛ, как ни физичный, ни mental, не был физичный. МИЛ, это концепция, не был физичный. Но это не означает… что вы не понимаете, что вы не понимаете. Вы не понимаете, что МИЛ, как личность, как личность, как идея, как концепция, не имеет… МИЛ, не имеет физичную форму. МИЛ, МИЛ, это концепция, МИЛ, это название. Но понимаете, что МИЛ, это не концепция, это не понимаете, что МИЛ, как открыт. Это разные вещи. Кстати, по-моему, он идет к более subtle. Он идет к более subtle. И потом, он будет говорить, ЧУНГ МИ ТЕ. Это немного откроет. Это будет интересный. Мы надеемся к этому. ОК, это уже следующее. Нужно разбирать то, что мы послушали. Наверное, не все уловили. Не все по-английски хорошо понимают. Кто-то хочет объяснить? Не то, чтобы объяснить, я просто уловила, что здесь говорится о том, что неправильная идея – это когда мы отрицаем и не можем определить форму и цвет. То есть получается, что мы не видим… То есть то, что цвет и форма не существуют в пустоте. Не-не… Я как бы, да, не имею цвета и формы. Мне невозможно, типа, приравнять к цвету или форме, потому что оно не существует. И поэтому нельзя сказать, типа, я толстая или я худая, потому что никакого я не существует. Нет никаких отличий. И это вот, когда ты не можешь делать таких отличий, вот это и есть медитация на пустоту. Вот. И он говорит, что… Нет, ну, камон. У я есть форма и цвет. Но это как… Интересно, что… Ну, потому что я сейчас перевожу DCI, да, и сегодня вот эта тема как раз была на DCI… Я не знаю, вы поняли, что он говорил здесь про Discover Card? Карточку Discover, да? Это то же самое, что было сегодня на DCI. Он рассказывал про то, как он пошел в ресторан со своим другом Джоном Бредди, пообещал заплатить за ужин, а потом оказалось, что карточку он забыл в предыдущих брюках и за все заплатил Джон Бредди. Это первая часть этой истории. Ну, в этой истории есть еще вторая часть. Он говорит, ну, а теперь представьте себе ситуацию, что я вдруг нахожу эту карточку, но оказывается, что эта карточка называется Discover. Я не знаю, что это за карточка в Америке. Видимо, действительно ничего хорошего, потому что на ней там какие-то большие проценты, и рестораны не хотят с ней связываться. Вот. И он говорит, я нашел эту карточку, даю ее заплатить. Но они говорят, нет, это такая карточка, которая все равно не может обслуживаться в нашем ресторане. То есть здесь они говорят, что пустота – это отсутствие. Да, это правда. Но это не отсутствие той вещи, которая существует. Это не отсутствие обычной карточки, а это отсутствие фейка. То есть это отсутствие того, что вообще не существует. Та-дам! Прямо чувствую. Нет, это получается, что это отсутствие кричащего мужа, то есть не существует мужа, который кричит вам по себе. То есть вот это отсутствие. Да, это отсутствие, да. Или это еще называется в ACI гакча, да? То есть фиолетовый слон, который на роликах там рысачит по моей квартире, вот такой не существует вообще в природе. И вот это вот, отсутствие вот этого, которое вообще не существует, отсутствие вот такого фейка – вот это пустота. Короче, он говорит, что да, правда, что я – это концепт. Это, ну, помните, деление физические, ментальные вещи, не физические, не ментальные. И я – это не физическая, не ментальная вещь. Это как бы идея, да, которая наложена на ум плюс тело. И он говорит, да, я – это концепт. И концепт не физический. Но это не значит, что это вот именно та пустота, которую мы ищем. Это не та пустота. Это просто вы говорите, что я не физическая. Ну, окей, да, я не только физическая. Но это не идея пустоты. Ну, так я поняла. Кто хочет взять эту идею, поразрабатывать ее? Я могу взять. Я думаю, что эти, ну, это точно, это только студентам ACI продвинут. Такие идеи. Ну, хотя, вы знаете, так бывает иногда, что ты смотришь, смотришь, и эти идеи тебе непонятны и непонятны. И вообще непонятно, зачем, почему это так важно. Ну, со мной это просто в… Я не так давно в этих учениях, да, но со мной это случалось огромное количество раз. Мне вообще что-то не имеет смысла просто никакого. А потом, бах, такой, проваливаешься на следующий этаж и думаешь, о боже, какой это смысл. Поэтому, кто его знает, может, мы посмотрим, посмотрим, а потом… Вот почему нужно было эти… Может быть, это вообще какой-то прям сильно практический смысл найдем, я не знаю. Да. Кажется, здесь очень практический смысл можно найти. Если, ну, может быть, кто-то хочет, то я могу просто быть, как бы помочь. Ну, я могу взять себя. Да. Да. Это, кстати, ну, очень классные семена. Если вы хотите лучше понять пустоту, то берите эти… Как это мы называем… Идеи, да, и пытайтесь их понять, пытайтесь понять, почему они неправильны, и как это может помочь всем людям на Земле. Потому что у меня такое ощущение об этих учениях, что здесь вообще ноль каких-то, как сказать, случайностей, да. То есть не бывает тупых списков, которые непонятно зачем вообще такие, не стоит у них смотреть. Ну, то есть здесь точно все по месту. Просто, может быть, мы сразу не можем догадаться, почему это так важно. Вот. Поэтому, кто хочет посеять семена, берите. Эльмира, возьмешь или кто-то другой хочет? Я могу взять, если никто не хочет, я могу взять. Ну, я сама очень… Как бы для меня эта тема очень интересная, я не скажу, что я прямо знаю, я просто хочу разобраться в этом. Потому что с 13-го курса для меня это стоит, как такой, ну, загадочный такой шар, что ли, который… куда я не могу проникнуть. На самом деле, понимание гакчи – это просто суперпрорыв, мне кажется, будет вообще в понимании пустоты, в понимании того, как вообще все работает. Вообще, я думаю, я тоже рекомендую кому-то взять это, кто хочет на самом деле попробовать. Ну, в смысле… Но если никто пока не хочет, я могу с этим поработать. Может, тогда по два человека будем брать до занятий, будем дебатировать? Так, мне кажется, даже интересно. Ну, мы так и договаривались на самом деле, да, то есть, чтобы можно было пообсуждать там… Не стесняйтесь вашей идеей говорить, потому что мы для этого и собираемся, чтобы… Как это… Вот эти раскопки, о которых Джон Брэдди говорил во втором инструменте, с которым я опозорилась в ноябре, вот это как раз и есть эти раскопки. Вот. То есть, мы пережуем все, нам все будет понятно. Пока мы дойдем до последней неправильной идеи, мы поймем все первые, я уверена. Вот мне, кстати, интересно, Галь, твой тот самый взгляд… Ну, тебе досталась такая книга непростая. У тебя было такое ощущение, что потом становится как-то понятнее и понятнее? Ну, чуть не помню такого ощущения. Ну, вот эти занятия я точно не видела, а там оно так быстро закончилось, по-моему, только два или три занятия было, и всю эту книгу закончили. А в интерлюдино, кстати, там тоже много интересного, ну, с пониманием, да, еще далеко, конечно. Ясно, ну, ладно, может, мы вместе поймем. Хорошо, тогда что? Когда ты их вычитываешь, у тебя акцент на других вещах совсем, и до смысла понятия уже это надо либо просто вот так вот сидеть, смотреть, на что времени никогда не остается… Да, согласна. Частично поэтому мы и делаем вот этот кинозал, потому что в другое время, ну, как бы, когда ты редактируешь, нет такого фокуса на смысл. Ну, есть, конечно, но есть еще на другие вещи, и… А здесь мы только чисто смысл смотрим, больше ничего. Ну, ладно, тогда давайте дальше. Пятая неправильная идея. Сем чьи янг ме то ням па там, сем ранг шин кьи ме то ням ту гон па те, нне лук гон па о сер ра ням. Да, возможно, она говорит, «Because the mind doesn't exist as color and shape, Ok? Then we can say, the mind doesn't exist at all». «And… and… и, то есть, ты должен быть, вы будете строить, это первое, это первое из двух. Вы тоже! Потому что, когда мы не имеем последоватую главу, мы можем говорить, «Что, ты должен сказать, что потому чтоau ты не pressured удачи, его видwoman не учить от всех, сказать тому, что знала с вашей жизни, папа, его весть 快速 не есть угроза об и vig и парам volumes, ты должен сказать очевидно, что угроза не имеет психический Schnему и думать о духовigning, надпись в духовном хран biblical. Сарабху и чем, она подобно мне говорит, Теперь он сплит эти две, и критикает их разнообразно. Итак, здесь мы идем. Пожалуйста, читайте эту line. МИ ТЕ ДЕ ДЕ И НГАМ МА НИ ГЮН ДЕП ЙИН ЛА ГЮН ДЕП ЙИН ЛА ШИ МА ГЯНГ ЧУМ НИ НИ ДЕП ПЕ ЧИЛ Да, первое, первая половина твоя заявка, что нет никакого сознания, потому что она не существует как цвет и формы. Да, это просто... и так, что... да, что-то есть и что-то, и что-то не существует. Так что первая половина тяга, что-то нет, но вторая половина, что-то плохо, это немного проблема. Что-то было вторая половина. В принципе, и ум не имеет никакого качества. Да, и так. Так что, ваш вопрос был прав, ваш вопрос был прав. Он сказал, что « Visитам у него нет его природы. Так что вам много». Что-то! Вы можете сказать. Но я скажу, почему вы думаете. « Та, потому что у него нет значения и формы. Вы не можете смотрел. О, ну, это заблудительно. Но на первую половинуfarсти того, вы sagte, что-то очень хорошо. Вы говорите, что сознание у него нет природы. Вы не можете видеть. Но я расскажу где-то у вас, почему? О, потому что вы не можете видеть. О, ну, тогда тогда он заблудительно. If that's your proof, then that's stupid, so... It's a little stupid. Yeah, yeah, that's... The first one was stupid, stupid. The second one was pretty stupid, okay? The first one was real stupid. The second one was pretty stupid. Okay. What happens in the spellings of chung? Are they completely small? Yeah, yeah. This chung can mean a bit, and chung always means small. Okay. Okay. But chung means a bit, it's a little... It's a little off. I mean, your conclusion is right, but your reason is kind of a little off. Okay, here we go. Dara Thao. Dara Thao. SEMSZHE PA YIN ZE KA DOG THANG NYIP SU MA DUP PA SHIN DUN NGED DA LA WE LA WE SEMS GYI NI SEMS RANG SHIN GYI MED PAR NGED MIN NUG PA'I Yeah, this is interesting. He's kind of saying what? He's saying it's too easy. You know, if seeing emptiness just meant to see that your mind processes, your thought processes, didn't have color and shape, if that's all you had to do, it's too easy, okay? Anyone can perceive that. That's NGED here means perceive. Anyone could conclude that. So, you wouldn't be able to ascertain that the mind had no nature just from that, that it didn't have color and shape. This is too easy. It's an interesting argument, you know? I saw emptiness. How long did it take you? Like 15 minutes. Yeah, okay. Too easy. I don't have to know more about what you did, you know? Oh, the first time I got to teach you. Yeah, okay. NGED LAWA. It's too easy. Let's keep going. You got two minutes. Обсудим? Rечь шла о том, что неправильная идея, что ум не имеет своей природы и вообще нереален, не существует, только потому, что он не имеет формы и цвета. Мы не можем его увидеть никаким образом, и даже в медитации мы его тоже не видим. На самом деле ум существует. Там было две части, да, он говорил, и давали два этих самых опровержения к двум частям отдельно, да? Да. О том, что нет природы и о том, что не существует. Да. Так как ум не существует как форма и цвет, значит, он не существует вообще. Отлично. Мы его не можем увидеть, пощупать. То, что не можем увидеть, значит, это не существует. Это тактильно воспринять. Ну, кстати, это как-то уже больше про науку, да? То есть всё в мозге, потому что мозг можно, ну, как-то понять, вот он там находится, там. Что значит сознание, которое не находится в чём-то физическом, вообще непонятно как-то что. Ну, если у человека есть мозг, ну, или вообще у какого-то существа, это не значит, что у него есть разум? Дебейтабл. Длинный-длинный дебат. А вторая часть – это, что так как он не имеет форму и цвет, у него нет собственной природы. Не самосуществующий раз не имеет форму и цвет. И Джатсон Капа говорит, ну, первое – это вообще ку-ку. Если не имеет форму и цвет, значит, не существует вообще, потому что есть много вещей, которые не имеют ни форму, ни цвет, и существуют. А второе – вывод правильный, но аргумент неправильный. То есть то, что ум не имеет собственной природы – это правильно, но причём тут то, что он не имеет форму и цвет, нет никакой связи. И утверждается, что думать об этом, что поскольку ум не имеет форму и цвета, то он не существует вообще и не имеет собственной природы, то это и есть медитировать на пустоту. Это можем мы такое встретить? Можно вопрос? Это медитация on emptiness. Это Ария Нагарджуны? Нет, это медитация на пустоту Джатсон Капа, да, Галь? Джатсон Капа. Потому что мне напомнило, когда я проходила курс Нагарджуны, мы делали медитацию на пустоту, если кто-то помнит. Вот там именно вторая часть медитации, она идёт то, что мы разбираем объект на части, да, форма, цвет, потом мы всё это убираем, убираем, то есть концепцию формы, концепцию цвета, концепцию качества объекта. Мне просто напомнило, что сейчас то же самое разбирает форма, цвет из медитации Нагарджуны на пустоту. Я уверена, если честно, вот про какое вообще произведение идёт речь, потому что есть видео, где преподобный Упала говорит, да, но оно начинается как-то от обрезанной без имени. Не пошло дальше, и вот сам текст прошлого семестра, ну, это ещё первого-то, да, одиннадцатого, но там как-то быстро заканчивается, тоже без указания. Вот мне тоже непонятно, про какое произведение вообще идёт речь. Потому что если это Ария Нагарджуна, то есть заголовок, всегда же есть заголовок, когда вот они дают материалы. Ну вот поэтому мне уже открыт, недавно посмотрела, там вообще написано, что не лама, свет на пути к свободе, или что-то такое. Потому что вот это, то, что нам Питер давал, медитацию на пустоту по Арие Нагарджуны, это было из ретрита Ария Нагарджуны, который проходил в Мексике. Нет, это другая вещь. Тут, видишь, мы разбираем неправильные идеи о пустоте. Вот, если открыть вот то, что тогда преподобному полагода назад Майя присылала, там вот было начало, значит, Light on the path to freedom, Чони Ламы. An explanation of the steps for developing an understanding that nothing is itself. Переведено Бетс Грир и вместе с Кешем Майклом, поэтому я не очень... А в смысле, что это не Джетсен Капа, а Чони Лама? Должно быть. Ну, посмотреть надо. Ну, назвали вот медитации на пустоту, а вот это, видимо, нужно искать в 3 семестрах информацию. А запись это какого этого года, вот это, что мы сейчас смотрим? Год назад больше, 10-й семестр, да? Это 10-й, да, это именно год назад. А в 11-м там было буквально два занятия, на третьем закончилось, поэтому надо пересматривать, посмотрим теперь занятие, может, там где-то. Сейчас посмотрим. Ну, на веб-сайте у них же есть все книги. Потому что, в принципе, Майкл Руч, он же собирается информацию, когда он проводит ретрит, и он смотрит, ну, допустим, разные источники для ретрита. На Горджуны он проходил в 2019-м году ретрит. Сейчас посмотрю, я наступаю книжку. Да, Чонни Лама. Да. Вот у меня тут то же самое. Это вот эта золотая, да, наша? Нет, нет. Нет, это другое. Только солнечный свет на пути к свободе, а это другое. Галь, это оригинальное произведение или это комментарий на что-то? Не могу знать. Вот у меня нету вот этого всего. У меня буквально вот три занятия последние, у меня нет всего текста. Если тебе нужен, я могу тебе его прислать. Я бы поговырялась бы там, конечно. Да, смотри, видишь, как он начинался. Я просила у Утполы по интерлюзии на пустоту, но он сказал, что она с ним работает, поэтому пока. Ну, я могу, как бы, для работы я могу брать с их дропбокса. Слава богу, у меня есть доступ. Вот, потому что если нам нужно, значит, ну, как бы, нам всё равно тибетский нужен. Он не меняется, нам не нужен её английский перевод. Ну, я тоже из этих соображений. На самом деле мне нужно заняться, знаешь, установить этот гофер или как его там себе, потому что для того, чтобы получить доступ в эту базу данных ACIP, чтобы нормально можно было там искать. Я не знаю, как это делается. Спрошу у Ворда. Да, Ворд тогда объяснял, но я тоже ничего не поняла. Ворд сказал, что кто-то знает это. Он тоже не умеет с этим, но кто-то знает. Я думаю, знаешь, что Гибсон может. Гибсон, он в приложениях разбирается. Точно, мне нужно Гибсона попросить. Тогда будет нам проще. Короче, смотрите, что тут было в этой книге. Здесь было овервью всех четырёх школ об идее, что nothing is itself – ничего не является самосуществующим. Потом индивидуальные позиции четырёх школ. Потом школа деталистов по поводу бессамостности. Школа сутристов. Доказательства, почему вещи не являются самими собой. Mind only. Рассмотрение того, как вещи называются вещами. Ну, короче, про лейбли, наверное, про этикетки, да? Как мы называем это. Три аргумента мастера Асанги по поводу названия вещей. Как понимать, что никаких внешних вещей не существует. Что такое внешний объект. Главные доказательства – несуществование внешних объектов. И это всё. Наверное, всё, да. А где мы сейчас, вот этот 10-й, на каком там разделе мы находимся? Сейчас. Где-то в конце должно быть. Сейчас. Что такого тут найти? Янчунминтэдэ. 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 Вроде так, Вала. Но мать. Где-то ошиблась. А, ми, не ми. Вот оно. Вот он, пятый аргумент. Наверное, у неё есть какая-то ещё версия, потому что, ну, явно, что... Конечно. Должна была поработать дальше. Ну, вот отсюда у меня, где начинается 11-й сместор, там буквально последняя пара страниц. Вот мне только это. Понятно. Ну, ладно. То есть тут ещё нет перевода в этом документе. Нет. Они говорят, что слишком легко было бы, если увидеть пустоту, если бы для этого нужно просто было бы понять, что ум не имеет форму и цвет. Поехали, шестой. Я разными ручками пишу. Я разными ручками пишу. Я разными ручками пишу. Дхар санг кин маңнен джунг ва, тар кханг не кханг маңң, пар ту кгел по тен ла шук па, тар кханг дуаң мин ньен, тар кхи ва хонг дұм дзу ва, тар кханг дуаң мин джо бе... Давайте сделать это много, и мы будем... Это довольно смешно. Это мы ждем. Что мы ждем за? Все остальные еще раз, мы не ждем. Немного сказал, когда у маңн маңнда сначала появляется в мире, когда у маңнда сначала появляется, это как у кеңды шук козлы заңа, тар кханг джунг, значит «джунг» означает «возраң», Это не значит «производство», это значит «звучит». Когда вы думаете, когда птица из его домашнего дома, это кажется, что он не пришел из нижнего места. Гъъгнаэ кьёнгма ёнг. Он просто пришел из его домашнего дома. Так что думы такие, они просто пришли из нижнего места. И тогда, во время они там, они как бы у них сидят на его трону, и они не остались. И я не знаю, что это дело. Они как бы у них сидят на его трону, но они не остались. Так что я не знаю, мы можем посмотреть это в данном датабе и посмотреть, что кто-то еще говорил о это. Это значит «сопар» на трону? Нет, это значит, что в начале оно как будто бы птица. В конце концов, оно как будто бы как будто бы на трону, что это как будто бы неизвестно. Ну, это значит. Чи-ва значит «рот». Тзул значит «сунг» «сунг» Кинг means a hole in a wall, okay? Дукунг is a chimney, for example, smoke hole. Because they used to just drill a hole in the ceiling and some of the smoke would go out. He's not staying anywhere meaning it didn't appear to come from the doghouse? He's not living anywhere, he's just, or is it... Yeah, I don't know. I don't know, we've got to look it up. We could look up king near rat, and we'll hit somebody and we'll talk about it. Say it again. You could, but as me, probably you'd hit more hits. We can do it next time, okay? So, chiwa means a rat. Kung means a hole. Dzu means kind of like to poke back in or squeeze back in, okay? Kang-do-an-mi-do. Then what he's gonna say, and we're gonna stop after the rat. What he's gonna say is, things pop up from nowhere. Things seem to be there, but they're not there, and then they pop out of existence, and that's emptiness, okay? Okay? But we'll get to it next time. Stopped here, one... What's the date today? I think it's the 17th. This idea that they want to focus on the suddenness with which thoughts come into your mind, and the suddenness with which they disappear from the mind, and that's somehow emptiness. And he says, by the way, this is the one where he says, you know, you're close, okay, you're close, okay, so here we go. So, let's stop. So, let's stop. It turns out that it's a wrong idea, right? Yes. Right, yes. Это что, вот неожиданно откуда-то things попали, да, как? Неправильная идея о пустоте. Тут сложно было, не знаю, что вы поняли, что вы поняли. Но только вот последнюю фразу, что вот мысль неожиданно появляется, и они же исчезают. Это пустота каким-то образом. Типа, from black hole, да, как-то что-то там появилось, типа, как? Это, знаете, это последнее или нет занятие? Нет, еще одно есть. Да. Сейчас мы увидим, потому что... Следующие сессии уже мы заканчиваем. Ну да, потом мы будем на русском слушать. Иногда бывает, что они потом начинают следующее занятие, и Гешмайкл уже там, типа, поискал везде и говорит, не, все не так, короче, все там. Думаю, сейчас, сейчас мы послушаем. Я сегодня хочу написать Утпале с вопросами по третьему занятию. Может быть, спросить ее, если у нее есть это переведение, эти 14 и 9, сколько там неправильных по прошлой книге? Да, скажи, что нам интересно, мы хотим разобраться в них. Хотим понять, но не можем, не хватает. Кельвы. На тибетском совсем не понимаем. Слушаем на английском, тоже не понимаем. Может, если прочтем, мы что-то поймем. Да. Ну, знаешь, я очень надеюсь, что наступит такое время, когда на тибетском будет понятнее, чем на английском. Потому что иногда вот так вот берешь, смотришь слово на тибетском, и потом понять не становится смысла. Сегодня нас с Машей прокритиковали там в чате, не знаю, вы видели. Сказали, что переводчик переводит один раз mind как сознание, а другой раз как ум. Вот, а реально, ну… Мы столько по этому поводу обсуждали, что ли? Да, потому что это действительно… Главное, что не разум, уже хорошо. Да, нет, это ни разум, но действительно иногда ближе перевести ум, но, например, ум не переходит в другую жизнь, да, это однозначно. Вот, а сознание переходит. В общем, короче, это такое… Ну что, послушаем, и еще дослушаем все-таки этот… Три, получается. Мы за один раз слушали, и в прошлый раз, и в этот раз три. Дослушаем вот этот, и кто хочет второй взять, ну, в смысле записать нормально, красиво, название дать, поискать применение, то есть только это для студентов ACI, или все-таки где-то еще может быть важно. Вот, там, картинку. Картинку, кстати, можно… Это очень креатив такой. Давайте я попробую. Аня, тебе шестое тогда. Самое интересное, разбирайся. А, там, где про собаку, крыс и что-то. Короче, давайте, что мы поняли. Хорошо. Я себе записала. Когда ум появляется в мире, это как собака вылазит из будки. Кажется, что он происходит из ничего, появляется из ничего. Когда ум появился в мире, он как король, который сидит на троне, но он не находится нигде. Так вы тоже записали? Ну вот что-то, да. Я просто бывшая могла что-то неправильно понять. А в конце это вот… Ну, они на английском особо и не проговорили это. Но то, что я поняла, что это как крыса, которая то ли обратно лезет в нору, то ли что-то такое. Да. Да, я тоже так поняла. Обратно залазит в нору. Написала в дыру. Забыла слово нора. Нору. То есть получается, что это как мысль, которая ниоткуда приходит. А потом как было? Остается или нигде не остается? И потом никуда уходит? Остается? Я так поняла, что не остается. Кажется, что она есть, но это не так. Тут же она исчезает. Ага, кажется, что она есть. Ну, супер. И по поводу вот этой штуки, там написано было, что это чун, типа, ну, это не так уж плохо, но мы все равно еще далеко. Кажется, что она есть. И потом она исчезает. Я записала себе чила, крыса, я не знала, какое слово крутое. Чила. А неправильных идей их сколько? Их 10? 14. 14 неправильных идей. И вы уже их почти что все рассмотрели, да? Нет, мы только начали, мы рассмотрели три идеи, и сегодня рассмотрели еще три. Сейчас мы их все рассмотрим 14, а потом соберемся еще раз обсудим. Тогда у нас, я думаю, будет более такое, большее понимание. Вы не переживайте, если вы ничего не понимаете. Это нормально. Я предлагаю как бы делать идемы, ну, для каждой идеи, да? Ну, и для начала отталкиваться от идемы, потом еще как-то будем постепенно доходить до какого-то поста или какой-то идеи. Но для начала нам нужен триггер, чтобы запомнить эту идею, вот как, допустим, сейчас эту собаку, вылазящую из будки, можно там какую-то идему найти, картину. Тут легко, да? Тут собака, король и крыса. Да. Вот кто берется, пусть возьмет такую картинку, чтобы вот это сразу же ассоциация возникла, и мы вспомнили, что за идея неправильная. Ну, короче, нам нужно что? Нам нужно название придумать, картинку, описание и как применить в реальной жизни. И не переживайте, если вы не придумаете, как применить. Это, ну, как бы... Для этого мы вместе собираемся. И это, ну, это суперсложная идея о пустоте, да? Такой рефайнинг уже, очень софистикейтед. Поэтому это нормально, если... Может быть, здесь и нет такого применения, кроме медитации, кроме тех, кто учится о медитации. Но может и будет, посмотрим. Потому что с пустотой всегда так. Кажется, боже, это так все сложно-сложно, а потом бах, три, два мужа в кухне. Ну, да, в принципе, это же тоже, это получается, как бы собака, появившаяся неоткуда. Это как наши проблемы, появляющиеся неоткуда. И мы говорим, что, ну, как бы, оно само по себе. Вы знаете что? Сейчас мы все поймем. Потому что есть хомворк. Сейчас она будет делать домашнюю работу. К сожалению, нет хомворк после последнего занятия. Так, давайте послушаем. У нас 10 минут. Я имею в виду, я имею в виду, да, здесь мы идем. Итак, какой пятый из пяти сила, которые Ченни Лама присутствует, в отношении к какому консекционным бранцам расположен в нескольку собственной природы в двух вещах. И если бы ты мне дай мне английский, английский имя, и тогда тибетский. Инна, можно расшарить экран? О, извините, я не шарю. Извините, пожалуйста. Я почему-то думала, что я ушаю. Теперь видите? Да. Спасибо, Ник. Это было наших. Это не сочетание. Это не сочетание. Я не могу сказать, что я не могу сказать, но я не могу сказать. Продолжение следует... 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 но мы не полностью смотрели уроки, мы смотрели только последнюю его часть, где-то последние 20 минут для неправильной идеи Депендент? Депендент Нангтон Ламлам Мир Практически Automatically Нангтон Нангтон Еберинство 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 Продолжение следует... 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 Я не могу сказать, что это не так. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok The dog, the rat and the king. DimaTorzok Okay, don't forget the purpose we got to it in your text was to examine some incorrect ways of examining emptiness, right? That's where we were in your text. No, we're talking about the state of mind when you're meditating on emptiness, right? Oh yeah, okay. Your thoughts are coming and going or something like that. Yeah, how to meditate on emptiness, right? Okay. So, here's the comments of Kung Tang. SEMS GYING NGONG SU TSUL YANG Now, about how we're going to TSUL. Search for... Nice. How are we going to search for the SEMS GYING NGONG? The true nature of the mind. Okay. What's the essence of the mind? Here's how to look for the essence of the mind. Now, her text is called TATI, which is how to meditate on emptiness. And we had all this theory, and then we had proofs for emptiness, and then somebody said, well, how do you meditate on that? Especially if you're not an advanced practitioner. If you don't have, hello, you don't have shamatha yet, you're just starting your first retreats, well, how are you going to meditate on emptiness, okay? And here, and we had a couple of weird ideas, and now we're going to have some... Okay. So, about how you seek the essence of the mind, the true nature of the mind. Uh... I admit... YUM MO GYANG I admit, which is always followed by but, okay? GYANG, okay? I admit that you can find a presentation that sets forth the true state of reality, right? Reality. According to the RAB CZE, which is the chapter in wisdom, it's called RAB CZE, and if you don't know that, you're in trouble. And I think it's even misspelled here. Uh... So, there is that chapter where you... PARIKSHA Uh-huh. PARIKSHA You examine... Each chapter, 27 chapters in wisdom, is called APARIKSHA. There's a PARIKSHA of CHIR ON... How do things come and go? I think it's the second chapter, yeah. So, how do you investigate? So, he says, look, I admit that Nagarjuna himself, in wisdom, in the second chapter, talks about coming and going. So, therefore, that must be a valid method of exploring emptiness. If Nagarjuna did it, okay? He says, look, I admit there is such a presentation. But... But... That chapter was mainly talking about coming and going with your feet, right? Remember? The parts of your foot and all that. So, he says, look, if we're not looking into the... physical things, sukchen gi ngopo, chok shen le shen tu dro, How do they go from one place to another? Chok shen le shen tu dro, and how do they come? If you take that way that that happens, the way that that happens, and you try to apply it to mind, tsul luk min, that's not how you're going to find the nature of the mind, okay? Who's talking? Kung Thang. And he's saying, look, I admit that Nagarjuna talked about coming and going physically, but if you think you're going to apply that to the mind, that's not going to work out. Okay? It's... By the way, what was the response to it by your author? Did he say it was completely stupid, or what did he say? What was his response to the king and the rat and all that? Here, right here. Here. Cheung mi te means, it's a bit off. That's the first time he said a bit. You know, everybody else was, that's crazy. But when he gets to this one, he's saying, look, it's not bad, but it's not perfect, okay? It's not a perfect way to investigate the emptiness of the mind, to check where did it come from, where does it stay and where does it go. As we did in Nagarjuna's second chapter with physical going, it doesn't quite work out, okay? He's, he's being gentle with the guy. He says it's a pretty good approach, but it's not perfect, okay? So, de ma yin par, so if we're not going to do it like Nagarjuna did it, and we're going to look into where he talked about physical things, sukchen, physical entities, how they went from one place to another, and how they came from one place to another. And you think you're going to take that system and apply it to the mind. SEM D, oh, THAM PO GANG NAS YONG, well, where did the mind come from in the beginning? PAR DU GANG DU NE, and in the interim where does it stay? AND THAM MA GANG DU DO, and in the end where does it go, okay? TSUL BAR CHE KYANG, you can investigate that, you can look into that question, but that's not DAK DUN SIL WE LUK MIN, that's not how you find the thing that was given the name, or given the mental picture, that's not how you investigate that. When you are trying to establish, THEN LA BAB DU, when you're trying to establish, okay? DA BA, correct view, okay? So that's not where you should go if you're going to try to establish what's the view of emptiness. You know, investigating the mind, where does the mind come from? Where does the mind stay? Where does the mind go in the end? It's nice, but it's not the best way to handle it, okay? Then he gives his reasons. Let me clean this up for you a little bit. Okay, go. THE GANG DUANG MA NYED PA, TSANG GYI GKAG CHAS THPAK PAR MING GYUR TE, КЛИ ГРОО ПТАМ СХЕЙ ГКЯН ПЕЙ ТАГТРИ ЧАЕН МО ЛИ И тогда, просто потому что вы не увидите ничего на этого момента, когда вы смотрите, где выходит из МИД, где выходит из МИД, просто потому что вы не увидите свое место, где оно пришло, где оно остается, где оно идет, это только, ЦАМ КЬИ, не «как» гагча. Это не будет остановиться ваша представительность, ваша представительность, это не будет остановиться «это не мой fault». Докумение где ваша сознание пришла, где она пошла, где она сейчас не будет достаточно чтобы выдержать ваша верность в «я не делала ничего» Это не достаточно. И он будет определенно привести и друнг, кьи-ру? О, извини, да я не разговариваю. И кида карта чхе му, главная книжечка «емтинез медитация» В «Омничке» кьи-ру? Это, наверное, гетто гтон чхе му. Но я не смогу найти эту ошибку в практике, Продолжение следует. Наверное, если я искал несколько минут, то я смогу найти это. Но давайте просто оставим с этим. Хорошо? Есть что-то плохое с этим. Может быть, он его не предполагал достаточно. Хорошо, здесь мы идем. Но в любом случае, он не будет слишком далеко. Здесь мы идем. Сен-кей чик чьи ман нгар ман кье син кье ва лам нгон пар чок ва нанг Это еще не конец далеко. Мне кажется, нужно здесь остановиться и продолжить на следующий раз. Просто для того, чтобы не затягивать сильно. Я запишу себе, что это у нас 10-й день 13. Немножко пока непонятно, почему такое отклонение. Они искали, где про эту крысу, короля и собаку. По идее, это как-то должно нам объяснить эту историю. Но пока что не сильно объяснила. Пока что запутала больше. Я думаю, будет понятнее. Сейчас могу поделиться, что я записала. Сейчас запишу 22.30, чтобы в следующий раз с этого места начать. В общем, я записала. Инна, ты можешь эту ссылку дать в чат? А то у меня, по-моему, нет этой ссылки. Или мне поискать в этом чате? Ну, чтобы я просто себе в анонс туда потом занесла. В чат здесь нормально? В этот чат? Да, да, да. Так, конечно. Сейчас я выкину. Я не кушаю кое-как после 12. Спасибо. Спасибо. Так. Короче, что я себе записала, что это... How to seek the new nature of... New nature? The nature, наверное, не... Не знаю, не уверена по поводу. The new, наверное, просто nature of the mind. И они говорят, что Нагарджуна объясняет это на примере физических объектов. Там, помните, нога там, типа, он еще пошел или еще не пошел, когда он только собирается идти или там в первый момент, когда он идет. Вот. И потом начинается мозгослом. Вот. Когда он идет, когда он еще не идет. И он говорит, вы не можете это применить к уму. Это... Вы, конечно, можете исследовать, откуда ум пришел, где остается и куда уходит. Но это не поможет вам найти имя или картинку. Ну, типа, ментальную картинку. Просто потому, что вы не можете... Так. Просто потому, что вы не можете найти, откуда ум приходит, где остается и куда уходит. Этого недостаточно. Просто этого поиска недостаточно, чтобы остановить Гакчу. То есть этого. Второго мужа в кухне, он сказал. Ну, вот так. Так вы поняли, нет? Хорошо, помедитировать надо над этим, над всем. Я просто себе такую идею записала, что поиск сущности ума. Ну, и как бы все, что немного дальше. Я уже потом тоже запуталась, что так пока слушала. Да, ну, вот этот детур меня, конечно, немножко запутал. Ну, просто мы уже очень долго, уже больше полтора часа. Лучше давайте остановимся и продолжим следующее воскресенье. Я могу только порекомендовать еще раз пойти на Гарджуну или помедитировать. Потому что когда ты медитируешь на пустоту напрямую, ты начинаешь понимать вот эти все неправильные идеи. Потому что в медитации они возникают как раз. Потому что там очень простая медитация на пустоту. И у тебя начинается, ну, думать, ну, что дальше, а что это? Вот что дальше, когда ты отменяешь концепции? И тогда эти ошибки, они более понятны. Ты знаешь, мне кажется, что тут не все пересекается с Нагарджуной. Вот, то есть я не уверена, что там по поводу вот того, что мы про пространство говорили есть. Ну, можно посмотреть, конечно. У тебя есть ссылка на этот? В булт-клубе он еще есть, Нагарджуна курс. И там есть все эти медитации. Да-да, там есть, я помню, эту медитацию. Но мне кажется, что здесь Чони Лама, он как бы комментирует многих авторов, да? Да, нет, тут не только Нагарджуна. Поэтому я, если честно, не думаю, что достаточно будет Нагарджуна, чтобы понять все эти неправильные идеи. Ну, только на практике мы начинаем понимать. Вот, когда сам медитируешь, ты начинаешь понимать, ага. Ну, мне отозвались вот эти все вещи, когда он говорит про объекты, цвета, и из этой дырки что-то вылазит. Потому что, в принципе, когда ты делаешь эту медитацию на пустоту, у тебя там разные мысли проявляются, и ты начинаешь понимать больше. Ну, я не знаю, помогает, по крайней мере. Инна, я хотела, знаете, вот сейчас вот эту вот ссылочку я вам сейчас скидываю. Я как будто бы создала такую табличку, ну, пока слушала, записывала. И вот эта вот идея, которая ты говорила о том, что четыре принципа, life tools. Кстати, Оля тоже поддержала то, что там, может быть, нужно в одну из граф ставить идемы. Посмотрите, у вас работает эта ссылка, чтобы я могла понимать. По крайней мере, у меня, наверное, нет прав редактировать. Тогда мне нужно, наверное, чтобы мне выслали, ну, вышли те, кто будут редактировать. Я так поняла, Айгуль, Аня. Можно запросить доступ, и у тебя будет запрос на доступ. Я тебя послала. Окей. Отлично. Тогда выслайте мне запросы, и я вам дам доступ, и можно будет здесь уже это ставить, ну, как бы заполнять здесь уже, чтобы можно было в одном документе видеть. Да? Да. Ну, отлично. Спасибо большое, Альмир. Слушайте, ну, я вам скажу, что группа Микснац не один раз запутывалась в своих переводах, так что нормально, мы идем в соответствии с линией передачи. Ну, немножко мы сегодня где-то потерялись. Ну, ничего, послушаем, что дальше будет. Ну, потом абсолютно я с Олей согласна. Если вы хотите действительно это понять, это нужно взять в медитацию будет. каждую эту идею посмотреть, что это такое медитация. Сейчас разобраться, что это за идея. Посмотрим, если Элут Пала мне пришлет хотя бы вот эту концовку перевода этой книги, то было бы понятнее, прочитать по-английски, что там такое. Да, Галя, хорошо, что ты пришла, потому что мы как раз думали об этом, я даже предлагала, но как бы без тебя это, наверное, тяжело было бы. Ну, вот эту часть, эту десятую сессию мы же тоже не переводили, поэтому придется только попросить Ауфалу, если она нам пришлет, то будет хорошо. Да, и тем более нам сложно, потому что мы предыдущую, ну, как бы вся книга там обсуждается, пустота, 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 да, в конце там дается какой-то список, и мы на этом списке, мы не читали всю книгу. Поэтому я и предлагала начать вот с интерлюди на пустоту, там все-таки начало книги, потихонечку идти, было бы что-то понятнее, к концу, может быть, позабрались бы, а так это надо идти на какое-то начало. Мы с первого видео начали, и потом как-то нас забросило. Ну, вот, нужно было, да, и первые два занятия переходить сразу к интерлюди, и все. Ну, посмотрим, если она нам ответит, то... Если слишком сложно будет, ну, значит, тогда оставим это, положим на полочку пока. Может быть, если кто-то найдет вот эту ссылку на тренинг по Нагарджуне, на курс по Нагарджуне и на медитацию на пустоту по Нагарджуне, присылайте, пожалуйста, в чате, там, не знаю, где, переводчиков или академии. Вот, мы тогда посмотрим, может быть, нам будет понятнее потом. Инна, это в Голд Клубе там же, да, курс есть? Да, это в Голд Клубе. Я могу посмотреть сейчас. Он еще есть в Голд Клубе, не только в Голд Клубе. Он доступен для всех. Его хотели убрать, но оставили. Ну, то, что мне кажется абсолютно точно, это пока не разберешься с вот этими всеми неправильными идеями, наверное, пустоту увидеть нельзя напрямую. Потому что, если нам непонятно, что это за идея, скорее всего, это, которая у нас есть. Вот, так что, ну, ничего, разберемся. Всем спасибо огромное и до следующего воскресенья. Спасибо огромное. И за переводы спасибо им. Давайте посвятим, наверное, потому что… Да. Ну, давайте сделаем силу истины. Закройте глаза и подумайте о том, что вы провели больше полутора часов, слушая… Вы вообще сумасшедшие люди, потому что такие вещи, наверное, никто больше не слушает в вашем городе, наверное. Вот, на пустоту, думая о пустоте. И если это правда, что у меня хорошая мотивация, что я хочу, чтобы с помощью этих знаний мир превратился в другое совершенно место, чтобы никто больше никогда нигде не болел, не старел и не умирал. Пусть мы сможем понять это все на самом глубоком уровне. И действительно так все и произойдет. Спасибо. Всем до скорых встреч. Во вторник будет наш второй сериал. У нас теперь два сериала, короче. Превращаемся в сериал. Во вторник мы… Галь, ты не знаешь, наверное, мы с утра все виды кармы читаем. Я смотрю в зону. А, смотришь? Да, ну, в общем… Тоже читаем. Во вторник мы встретимся позже, потому что я веду занятия по DCI и где-то освобожусь по моему времени в 19.30. Или, может быть, лучше отменить поздно, да? Можем отменить, да. Или может Айжан провести. Я спрошу Айжану, может быть, она проведет тогда занятия с вами. Хорошо? Все. Пока-пока. Спасибо. Спасибо. Спасибо всем. Пока. Пока.